Двести ступеней, уходящих высоко вверх. В самом начале лестницы на торце, белой краской, написано всего пять слов. За нашу советскую родину, СССР. Это самое начало высоты 102. Высота, которая многое видела и помнит свои, особенные, 200 дней и 200 ночей. Высота 102 – высота, которую весь мир теперь знает всего по двум словам – Мамаев Курган. С него отлично виден весь город, пусть и растянулся он вдоль Волги почти на 70 километров. С этой высоты ничего никогда не скроешь. Так было всегда. Родина-мать зовет главный символ Волгограда. Памятник всем без исключения, защитившим в той великой войне саму жизнь. Родина-мать и сегодня зовет волгоградцев бороться. И меч высоко поднят над головой. Снова бороться за жизнь. Потому что в этом городе люди просто обязаны жить, влюбляться, рожать детей. Жить несмотря ни на что. ПЛЕЧЕТСЯ ВОЛНА Несмотря ни на что, это результаты последних исследований уровня бедности российских городов. Город-герой, выиграв одну из самых страшных битв в истории человечества, в мирной жизни, проиграл. Сегодня Волгоград входит в пятерку самых бедных российских мегаполисов. Здесь за чертой бедности живет 21%. И это даже не каждый пятый волгоградец. Лена Ковалева каждый месяц за этим кухонным столом пытается решить непосильную задачу. Давайте. 19 тысяч он получает. В плюсовом балансе 19 тысяч рублей. Зарплата мужа Юрия. Дальше идет лишь одно арифметическое действие. Вычитание. Из этих 19 мы сначала платим коммуналку. То есть, ну, зачастую у нас идет. Это вот на данный момент это примерно где-то 3 тысячи рублей. Зимой это примерно 5, может даже быть 6. Дальше минус полторы тысячи проезд мужа на работу. Бытовая химия и косметика минус 500. 2 тысячи на детский сад двухлетней дочки Карине. В итоге остается 10 тысяч рублей. На месяц. На троих. 10-12 тысяч продуктов питания. Потому что мы продукты питания также берем. То есть, если сейчас картошка подешевле, мы ее побольше набрали, картошку, чтобы нам хватило. А что-то, например, мясо, например, купили только килограмм. Ну, ребенку, например. Мы не покупаем ни печеньки, ни конфетки. То есть, это у нас практически отсутствует вообще. За счет того, что ребенок маленький, ему нельзя. Ну, а себя мы, понятное дело, ограничиваем из-за бюджета. Себя ограничивать Лене сейчас никак нельзя. Ковалевы ждут второго ребенка. Но приходится. А куда денешься? Ну, конечно, тяжеловато. Ну, как бы, куда деваться? Ну, в любом случае. Как-то. Мы, можно сказать, не живем, выживаем, выкручиваемся. Но власти, малоимущей семье Ковалевых, помогают. И муниципальная, и федеральная. И это самое, что ни на есть, правда. Правда, под нажимом шариковой ручки тоже отражается на белом листке бумаги. Пособие. Сейчас напишу. Пособие. 317 рублей. Это на ребенка. До трех лет. 500 рублей я получаю за то, что беременная. До тех пор, пока не рожу, это в общем выходит, то есть полностью вся сумма, это 3000 рублей. Городские власти от федеральных решили не отставать и тоже помогают малоимущей семье Ковалевых. 900 рублей дотация на питание на полгода. И еще талоны. Один талон 188 рублей. Это получается 188 рублей в месяц. 188 рублей на троих, то есть 62 рубля 66 копеек на каждого, то есть 2 рубля и 0,8 копейки в день на человека. Семье Ковалевых повезло, что они попали в категорию малоимущих. В Волгограде и многие завидуют. Ситуация во многих семьях похожа, но лишние тысячи в зарплатной ведомости, или чего хуже две, не дают никаких шансов, чтобы государство признало, ты и твои дети тоже нищие. Там получается 70 с небольшим тысяч на человека. То есть там на ребенка чуть побольше, на работающего поменьше. 70 с небольшим тысяч на человека. То есть получается, чтобы тебя признали малоимущим, надо 21 тысячу дохода иметь. Еще, чтобы признали малоимущим, обязательны три условия. Необходимо быть упорным, юридически грамотным и иметь безграничное терпение. И это не только в Волгограде, по всей России. К сожалению, всего этого добиться, даже вот этого мизера, очень трудно добиться. Это надо ходить по всем инстанциям, записываться, чтобы признали малоимущим, чтобы получать вот эти вот крохи. Это все надо ходить, не один день. Ситуация очень сложная, даже сказать критическая. Тут вообще-то надо кричать об этом. Для депутата Валерия Могильного каждое заседание Волгоградской городской думы – одно большое сражение. Неравны силы. Вначале проиграли бой за малоимущие семьи, затем не хватило у коммунистов голосов детей защитить. Бились за это, да. Бесплатное питание, бесплатный проезд, льготы ветеранам. Там очень много. 18 категорий мы отменили. Пытаемся, бьемся. Мы внесли наш проект о том, чтобы вернуть детям хотя бы бесплатное питание. Не такие большие деньги. Каждый раз проект выносим, к сожалению, большинство не набирает, и мы все время оказываемся в меньшинстве. Но мы все равно будем продолжать. У Юрия Ковалева, по оценкам специалистов биржи труда, одна из самых востребованных профессий в России. Он не юрист и не менеджер. Простой фрезеровщик. Ремонт вагонов, цистерн, грузовых, компания ООСГК. Сервисная грузовая компания. Волгоградской сервисно-газовой компании оплата сотрудников словно в ресторанах фастфуда. 19 тысяч я получаю. Зарплата почасовая, это, конечно же, мало. Но зарплата выше. По сути, у нас в Волгограде очень тяжело найти. Все позакрывались. В 2013 году закрылся алюминиевый завод. А в 2014 году... Ну, можно сказать, в конце 2014 года, начале 2015, вот с февраля, закрыли химпром, вот, предприятие. То есть, да, все закрыли, люди на улице оказались, кто там работал. Конечно, положение бедственное. По этому мосту редко, когда проедет машина, мост находится в аварийном состоянии, того гляди, и обрушится. Мост решили не ремонтировать, нашли способ более простой. Взяли, вот земли насыпали, чтобы грузовые машины проехать не смогли. Впрочем, сегодня вот по этой дороге большегрузом-то и некуда ехать на самом деле. Потому что это раньше была дорога важного стратегического значения. Она заканчивается у проходной еще одной гордости для многих волгоградцев – завода «Химпром». Елена Зыкова на «Химпроме» проработала 26 лет. Вот та заводская проходная, что в люди вывела не только ее, тысячи и тысячи волгоградцев. Солнцезащитные очки прячут слезы на глазах. Но дрожи в голосе не скрыть никак. У меня, например, династия целая здесь на заводе работала. Мой дедушка здесь был, Берлов Андрей Петрович, участник Великой Отечественной войны. И после пришел на завод, работал. Мы всю жизнь положили вот на этот завод, который родной нам. И вот что теперь в итоге? Обидно? Да не то слово. Я вот сейчас говорю, у меня прям аж тяжело мне говорить, потому что сама сейчас вот вспомнила, это рассказала. Желтые осенние листья шуршат под ногами и стираются в труху. Память не стереть о том, как банкротили завод. Целых 10 лет подряд. У всех на виду. У нас поменялось 8 или 9 директоров за это время. То есть это вообще, или даже, по-моему, вот если сейчас припомнить, мы даже подсчитывали, 12, вот так вот где-то. То есть каждый приходящий директор новый химпрома, то есть мы с надеждой, нам говорили, что вот он приходит, нас собирают, нам объясняют все, что вот все будет прекрасно, все хорошо, химзавод возродится, будет работать. Олег Козловский за ситуацией на заводе внимательно следит с 2003 года. Кто и как химичил с деньгами на химпроме, ему прекрасно ясно. Основные проблемы начались с 2003 года. Пришли новые, так сказать, молодые товарищи абсолютно со стороны. И, соответственно, уже далее пошла по цепочке схема. То есть руководитель поработал, у него есть фирма, он закупает через эту фирму по более дорогим ценам сырье, а продукцию, соответственно, через те же фирмы или уже другие фирмы продает по более низкой цене. А эти фирмы-посредники, то есть фирмы-прокладки, как теперь уже это принято называть, гнали это сырье на, соответственно, уже по рыночной стоимости. Предприятию оставались крохи. Еще два года назад здесь работало четыре с половиной тысячи человек. Сегодня не больше трехсот. И те охраны. Надпись на плакате, что висит на проходной, сегодня выглядит издевательски. Козловский на пустынной площади вспоминает, как здесь всего год назад было многолюдно. И как с высоких трибун звучали высокие слова. Губернатор Бочаров, он перед выборами, перед сентябрьскими выборами 2014 года, как раз за полгода до этого, он был назначен исполняющим обязанности губернатора. Он обещал клятвенно, здесь он проводил пять или шесть рабочих совещаний прямо на предприятии, обещал клятвенно, что он сохранит предприятие. Мы, коммунисты Сталинграда, понимали прекрасно, что это абсолютная ложь. Елена Зыкова в КПРФ не состояла и не состоит. Но оказалась одной из самых активных участников митингов, организованных коммунистами. Осенью 2014-го Химпром – одна большая пороховая бочка. Одновременно, ежечасно, должно было быть уволено где-то три тысячи человек. Потом мы начали борьбу, да, люди, естественно, когда масса народа большая, то можно кого-то сорганизовать, чтобы достучаться до кого-то. Вот. Мы стали организовывать эти митинги, протесты. В 21 веке то ли пролетариат забыл, что ему нечего терять, то ли цепи стали другие, финансовые. Но митинги у проходной Химпрома продержались недолго. Низы не смогли, верхи воспользовались. Они что сделали? Они стали увольнять частями. Они это вот раздробили, эту массу нашу большую, всю, чего они боялись, этой массой, частями. И как рассуждает каждый человек, обыватель, да? А может быть, я не попаду. Вот сейчас вот это вот уволят кусочек, а я там останусь. И поэтому мы как бы сникли. И вся борьба наша прекратилась. Уже каждый человек, когда людей много, это безусловно, революция, как у нас, когда много всех, тогда все победили там, да? А частями нас просто задушили. Депутат Госдумы Николай Арефьев три года провел в переписке с властями. Пытался спасти Химпром. Наверху решили, да гори все синим пламенем. Химпром не сгорел, просто угас. Я писал Дворковичу, я писал Медведеву. Я встречался с губернатором тогда еще Баженовым. Но как-то надо было спасать. Надо было всего лишь провести санацию. То есть дать государственные средства на покрытие долгов для того, чтобы предприятия не отдавать под банкротство. Но у нас слово санацию вообще понимать в правительстве не хотят. Как только давать деньги, это нет категорически. Пусть лучше все уничтожат, но денег не дадим. И таким образом задушить деньгами можно любое самое эффективное производство. Ведь если бы только Химпром, а Химпром выпускал уникальную продукцию для военно-промышленного комплекса. Вот сейчас мы начали вооружаться. Завтра вспомним про этот Химпром. Он все равно понадобится. И начнем его строить заново. Кирпичный завод номер 8 уже давно не обжигает. Закрыты цеха. Из кирпичей, никогда выпускаемых этим заводом, и выстроен близлежащий микрорайон. Сколько лет кирпичам, столько и домам. В среднем по 60. Два года тому назад сбила машина, вот эту стойку. Вызвали ГАИ. Два года вот поставили в ремянку, панель, дети играют. И все, больше ничего не надо никому. Завтра рухнет на голову детям, всех убьет, всех прибьет. Временная балка стоит на честном слове. Что ей еще остается? У жильцов микрорайона кирпичного завода слова остались только нецензурные. Лариса Огородникова вспоминает, как замерзала вместе с маленькими внуками прошлой зимой. Зимой мы не отапливались два месяца. 13 градусов было в квартире. В МЧС уже когда позвонили, они нам сказали, а по городу сводка, что все везде топится. Эта дорога для пенсионерки Анны Ивановны Царьковой – ее дорога жизни, в прямом смысле. По ней она ходит в ближайшую аптеку за Волокордином. Дорога жизни во дворе мирного Волгограда выглядит словно после бомбежки. Анне Ивановне 89. Опираясь на клюку, она шаг за шагом медленно поднимется на второй этаж по шаткой деревянной лестницы. Ее дом – не ее крепость. Не убил бы. Для 89-летней пенсионерки у Анны Ивановны в квартире кажется идеальный ремонт. Вот, сынок, у тебя тут вся сторона. Я пришла, плита у меня залитая. Вот, я два дня не готовила. Вся мокрая была. Вот, а сейчас хоть маленький рисунок, хоть наклей немножко, чтобы вид был, куда это такая сторона. Ремонт недавно закончил ее сын. Так что с виду все выглядит благопристойно. Но ведь снег-то еще не выпал. Так это сын все сделал тут, да? Да, да, да. Это сделал. А тут все черное было. Вот. Вот на дворе, на дворе, да, ветка такая. У нас труба там. Как ветер падает, бьется, кирпич падает. Кого-нибудь убьет, кто будет очищать? Человек, не знаю, люди дома или нет, подметала. Вот так кирпич упал. Вот. Видишь? И никому не мог им доказать. Ветеран Великой Отечественной Царькова была уверена, ей помогут. Русские ведь своих не бросают. Девятое мая прошло, и ветерана Царькову, и таких же, как она, все забыли. Депутат обратился к Попову. Сейчас. Попов он. Вот. Говорю, он мне заливает. Он посидите. Нас человек пять собралось. Тут пришли. Ага. Сейчас я вышла, девушка и он вышел. Сейчас я приду. Через сколько времени? Да, сводич. Не ждите, он не придет. Как не обидно? Мы столь просидели, ждали пожаловаться ему, что у нас все текет, все валится, а никто ничего не делает. Депутата Попова, которому некогда было выслушать ветерана Царькову, мы нашли в интернете. Вот его предвыбранная агитка. Сергей Попов и правозащитник, и общественник, и даже ведущий программы ЖКХ «Ваши права». У ветерана Царьковой оказалось нет прав. Я рыдаю. Рыдаю, я не могу. Я жила на тракторном. Верхний поселок. А тут немцы шли с Лизы, с Волги. Кто кирков, кто лопат, кто чего. Хвата, достались. А мы окопы. Нас было девчат, окопы рали. Мы с немца, я вам скажу, с немца штаны сомали себе шили. Штаны. Галые были. Не обод не одеться. Голодные были мы. А тогда я ноги обморозила. Вот. Принесли мы меня. Я шумолюю, давайте вода горячая. А он говорит, что вода горячая. Надо холодной. Они мне опухли ноги. Вот как, сынок, я принесла жизнь свою. Очередная зима жизни ветерана Царьковой впереди. И будут пухнуть больные ноги от холода в разрушенном доме в мирном Волгограде. Самое удивительное, что и Анна Ивановна, и все жители близлежащих домов исправно платят коммунальные платежи. В графе получателя значится управляющая компания МДМ Комсервис. Приходим, вы не наши, а вообще мы чьи? Платежки приходят, значит, вы наши, мы оплачиваем. А так мы зло, вы не наши, а вообще чьи мы так далее? А еще компания ничего не выполняет. Зачем вы их платите? Они подают в суд. Подают в суд. Почему мы не оплачиваем? Почему мы там это требование к нам, да? Суд, значит, предъявляет, а за сколько месяцев вы, если вы шесть месяцев не платите, значит, с нас пение. Удивительно, но офис управляющей компании МДМ Комсервис, который собирает деньги за услуги, которые по факту не предоставляет, находится всего в трехстах метрах от этих трущоб, в которых живут люди. У входа в офис, конечно же, охранник. Добрый день. Мы из телевидения. В управляющую компанию Иван Васильевич попасть. А как вы попадете туда? Как вы попадете? Они нас арендуют, они вот арендуют. Я вас туда не имею права пропустить. Это понятно. А не часто вообще здесь бывает? Ну, а то недели были. Ну, сколько? Раз в неделю они бывают или как? Или раз в месяц? Я не знаю. Приходят, берут ключи, уходят. А сюда часто народ вообще к ним приходит? Вот спрашивайте. Интернет опять же в помощь. Вот выходные данные. Генеральный директор компании Эдуард Анатольевич Герасев. И самое главное, на обслуживании МДМ-комсервис находится 306 многоквартирных домов, в которых проживают 6958 человек. Вернее, пытаются выжить. Депутат Валерий Могильный признается, дальше будет еще только хуже. За 7 лет заместителем мэра по ЖКХ сменилось 7 человек. Один человек в год. Каждый год они менялись. На сегодняшний момент опять и каждый приходит, и что-то, честно вам скажу, но это МММ отдыхает. Просто Мавроди отдыхает. Коммунальная пирамида – это не миллионы, миллиарды рублей. Здесь деньги утекают в прямом смысле. Муниципальное унитарное предприятие ВКХ – основной в Волгограде оператор по производству тепловой энергии. Сегодня у ВКХ энергии работать уже нет. А зачем? Заработали миллиардные состояния. Есть тариф, который утверждает региональный центр на производство тепловой энергии. Он постатейный. То есть каждая статья у него нормирована. Грубо говоря, на зарплату 100 рублей, на производство подрядных работ 20 рублей, на газ столько-то. Несмотря на то, что у них, грубо говоря, в тарифе заложено 100 рублей на зарплату, как пример, тратится 120. У них же идет за газ меньше. Но те статьи, которые подрядчики, зарплата и все остальное, у них было с превышением. Сейчас день работы муниципального нашего предприятия ВКХ – 3 миллиона убытков. Они день отработали, 3 миллиона у них в минусе. 3 миллиона рублей убытка в день – это 90 миллионов в месяц, 1 миллиард 80 миллионов в год бюджетных денег. Тот случай, когда не надо целого. Достаточно и половины дозы. Этот мост построен 6 лет назад, в 2009-м. Соединяет областную столицу и соседний Краснослободск. Между ними всего 14 километров. И маленькому городку уже давно пророчат статус одного из районов Волгограда. Но главное – это расположение. Краснослободск – единственный город Волгоградской области, который расположен внутри Волго-Ахтубинской поймы. То есть сразу между двух рек – Волги и Ахтубы. Рыбное место. Пойдемте, пойдемте, я вам покажу. Как я пользуюсь водой. Пенсионерка Нина Бычкова наглядно показывает типичную, полную абсурда российскую картину. Быть у воды и не напиться. И так много человек у нас. Каждый, кто живет сейчас, каждый может все это показать, как они всей этой водой уходят. Вот у меня насос стоит. Это вот буреная вода. Район Южный стоит ближе всех к пойме. Воду здесь всегда брали из колодцев. 15 лет назад колодцы стали мельчать. Тогда жильцы района стали на собственные деньги бурить скважины. Просчитались. На своем примере Нина Бычкова показывает, что деньги все же пахнут. Ржавчины. Вот она идет вода. Видите, какая? Она идет светлая вода. Вот она идет светлая вода. Но ее пить и стирать ей вообще нельзя ничего. Вот единственное, что она приводна для полива. Из огорода. И вот она такая ржавая. Вот там отстойная. Видите, как она? Видите, какая она отстойная идет? В начале жителей Южного воду брали в ближайших колонках. Это всего ничего. За 10 километров. Несколько лет назад администрация Краснослободска приняла постановление все колонки в городе срезать. Постановление было выполнено точно в срок. Теперь для тех, кто живет между двух рек, главная ценность – вода. В прямом смысле. Покупаем воду, приводим воду. Стоит 250 рублей. И плюс еще вода самая дешевая – 140 рублей. Вот и представляете, что мы платим за эту воду. А мы просили, мы писали заявление, чтобы нам хотя бы раз в неделю или в определенные дни какие-то привозили бесплатно воду питьевую для населения. Вообще никакого ответа. Они нам единственное сказали, что у них нет средств нам провести колонку. А то, чтобы нам привезти воду питьевую, они вообще про это даже ничего не сказали. Эколог Ирина Глининова нашей съемочной группе рассказывает об областной программе «Чистая вода». Программу еще в 2009 году взяла под контроль партия «Единая Россия». Курировать доверили депутату, женщине. У них ведь больше сострадания. Куратором этой программы стала «Единорос» Цибизова Татьяна Игоревна. Там предусмотрена была программа выделения 55 миллионов рублей на строительство очистных сооружений, насосных станций, водозабора вот в самом этой Красной Слободе. Мы нашли, что на сайте Сбербанка объявили торги. Потом вдруг торги закрылись. То есть они не состоялись. Что дальше было, то есть непонятно. Я считаю, они не вернулись в казну. А где они? Ушли на какую-то организацию, там уж они, наверное, между собой разделили. Я не знаю. Пока эколог Глининого словно иголку в стогу сена ищет потерянные 55 миллионов рублей, жители Южного на свой страх и риск пьют ржавую воду. На чистую ведь денег не напасешься. Наверное, уже у людей, я так думаю, иммунитет за это время выработал. Потому что мы же не один год употребляем эту воду. Вы сами видели, вам показывали. Эту воду мы со скважины. Она ржавая, она не питьевая. Мы ее отстаиваем. И все лето этой водой пользуемся. И пьем, и едим, и в технических целях употребляем. То есть вот у нас больше населения. Это вот маленькие дети и пожилые люди. Сейчас начнутся морозы, скважина, она замерзнет. И вот тут и оттуда брать не будешь. Зимой, когда замерзнут скважины с ржавой водой, они знают, что делать. Представляете, зимой на саду люди везут оттуда вот сволки, везут сюда эту воду. Вообще ужас какой-то. Генетическая память. В 21 веке они так же, как их мамы и бабушки 72 года назад, в 43-м, повезут с Волги воду в бетонах. И некоторые даже на саночках. Машины есть не у всех. Вот мы до сих пор говорим, Гитлер хотел огнем и мечом покорить Советский Союз. Ему это не удалось. А вот пришли ловкие люди. И при помощи холодной войны уничтожили и Советский Союз, и сегодня добивают и Россию. Вот если заезжать в город Героев Волгоград по правому берегу со стороны Астрахани, то вы можете увидеть зрелищную такую картину разрушения, как будто войска Паулиса только вчера покинули город Волгоград. Все это говорит только о чем? Ну, о том, что к власти пришли люди, которые не собираются ничего строить на этой территории, не собираются поднимать Россию. Они грабят ее, растаскивают. Николай Арефев напишет запросы в прокуратуру и про дотации малоимущей семье Ковалевых, и про то, в каких условиях живет ветеран Великой Отечественной Царькова и сотни семей в микрорайоне кирпичного завода, узнает, куда уходят деньги со счетов управляющей компанией МДМ Хомсервис и как исчезли 55 миллионов рублей, выделенных на программу «Чистая вода». Запросы напишет, и их будут читать те, чьи деды воевали за высоту 102, воевали, чтобы их внуки и правнуки жили, жили и радовались. Те, кто воевал за высоту 102, эти запросы уже никогда не увидят. И это, кажется, единственное, что нас может хоть как-то утешить. Вечер Волгоградский настаёт, а старушка не уходит, сына ждёт. Мирный день, тихо блещется волна, разговаривая с матерью она. Мирный берег, тихо блещется волна, разговаривая с матерью она. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова